Прекрасное блюдо, которое можно приготовить своим близким на выходных. Кстати, кто вдруг не помнит, завтра у нас уже суббота. И это прекрасный повод собраться со своими друзьями. Ну и кто-то любит, конечно, немножечко пошуметь. Большая дружеская шумная компания, друзья. Ну кто сейчас у телевизора не скажет, что я хочу, я давайте. А я знаю, соседи скажут, я не хочу, чтобы там кто-то за стенкой шумел. Так вот, давайте все-таки выясним, до скольки у нас в регионе шуметь можно. И что же делать с теми, кто шумит тогда, когда это не положит. Расставим все точки над «и» с нашим гостем, с руководителем юридической компании Юрком Консалтинг Алексеем Ильиным. Алексей, доброе утро. Доброе. Доброе предновогоднее, я бы даже так сказала. Алексей, ну единого закона о тишине у нас в России нет. Каждый субъект сам вправе определять эти нормы. Вот расскажите, пожалуйста, как у нас обстоят дела в Ростовской области. Есть ли у нас такой нормативно-правовой акт? Вы знаете, у нас в Ростовской области действует областной закон об административных правонарушениях, который своими нормами предусматривает, что существует как таковой режим тишины, который должен быть соблюден в будние дни с 23 часов до 7 часов утра следующего дня, а выходные, праздничные, нерабочие дни с 23 часов до 8 часов утра следующего дня. А скажите, на кого этот закон распространяется? Ну, на кого закон распространяется? Распространяется абсолютно на всех граждан, в том числе распространяется и на юридические лица. Распространяется, более, наверное, правильно сказать, на все объекты недвижимости. Это жилые квартиры, многоэтажных домах, новостройки, дома частного сектора и нежилые помещения. Причем, надо отметить, что в Ростовской области тихий час, когда дневное время также должен быть соблюден режим тишины, не установлен. Алексей, а что является нарушением как таковым? То есть, достаточно ли мне просто громко хлопнуть дверью после 11 вечера или все-таки есть какие-то рамки? Нет, конечно, есть определенные рамки. И передвижение внутри квартиры, когда вы заходите или выходите рано утром или поздно вечером, естественно, захлопывая дверь, это не будет являться нарушением. Как таковое нарушение считается, если уровень шума в ночное время составляет 45 дБ. Ну, к примеру, если сказать, что шепот или тиканье на стенах часов, это до 30 дБ. ДБ. Спокойная разговорная речь – это от 40 до 50 дБ. Плач ребенка – это уже 80, ну а ремонтные работы до 100 дБ определяются. То есть, если кто-то за стеной шумит, мне в первую очередь нужно все-таки взять децибелометр, а потом уже претензию, как говорится, да? Ну, на самом деле, знаете, вряд ли вы его замерите, это должна замерять специализированная организация, вот, но, по всей видимости, ночью вряд ли кто-то к вам придет, вызывать вы ее в ночью не будете, потому что рабочее время у них тоже определено лимитировано. Вы не знаете Ирину Касарину, да? Да, ну тебя. Алексей, скажите, а есть ли какие-то исключения из этих правил? Насколько я знаю, что плач ребенка и лаяние собак не имеют отношения к этому закону, или же я ошибаюсь? Нет, конечно, определенные человеческие факторы влияют на данную ситуацию, да, плач ребенка, естественно, никто не будет вызывать полицию, чтобы угомонить ребенка, да, или тот же лаяние собаки. Но, тем не менее, как бы за этим все-таки необходимо следить. На самом деле, как бы, действиями, нарушающими тишину, могут являться любой шум, производящий человеком, в том числе личные его действия, механические средства, технические устройства, что также влияет и на квалификацию правонарушения, соответственно, и на размер штрафа, налагаемого на ответственное лицо. При этом надо также обратить внимание, что и автовладельцы, у которых срабатывает сигнализация, тоже могут стать нарушителями тишины. Соответственно, громко работающий телевизор, музыка, громкое пение, крики, все это является источником нарушения тишины. Алексей, а празднование новогодней ночи является исключением из этого закона? Нет. Нашим законам Ростовской области в административных правонарушениях не предусмотрено исключение из правил об ограничении этих громких, так сказать, празднований, пений, все остальное. То есть празднование нового года также должно укладываться в рамки, предусмотренные действующим областным законодательством, предусматривающим режим тишины с 23 часов до 8 часов следующего дня. Тут уже все зависит от твоих соседей. То есть, если соседи потерпят, потому что сами шумят, то тогда все более-менее сойдет на нет. Алексей, вот все-таки практически уже последний вопрос, касающийся непосредственно суммы, не знаю, штрафы, какие-то есть определенные цифры? Да, конечно. Штраф налагается в размере от 500 рублей до 5 тысяч рублей. Это на граждан, на индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, которые не соблюдают режим тишины, от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. А на юридических лиц уже в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Ну, вообще, конечно, самый лучший способ урегулирования конфликтов – это мирно договориться с соседними, подарить им, например, в преддверии Нового года шоколадку и попросить шуметь чуть-чуть потише. Алексей, у вас сегодня есть уникальная возможность. Вот у вас за спиной стоит зимой и летом одним цветом, как и у меня, только у вас не елка, а растение. Но давайте представим, что это все-таки новогоднее дерево. Поздравьте, пожалуйста, всех жителей Ростовской области с наступающим 2021 годом. Поздравляю всех жителей и гостей нашей области с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья. Ну, и пользуюсь случаем. Хочу сказать своим родным и близким, что их очень люблю. Мамуль, а ты выздоравливай. Даже если бы Алексей все нам рассказывал некрасиво, а он рассказал очень красиво, концовка все бы перебила. Но... Но... Глава не Todos.